Проблемами жилищно-коммунального хозяйства в городе Балакова я занимаюсь с 2000 года. Управдом со стажем Галина Барабанщикова в этом году организовала собственный бизнес. Управляет несколькими домами, поэтому жилищные проблемы Балакова знает изнутри. И одна из самых главных – стоимость тарифов на услуги ЖКХ. По отношению, скажем, к платежеспособности населения, конечно, возможно, дорогие, потому что у нас большой процент пенсионеров. Сомневается в точности своих выводов, потому что к каждой цене можно найти обоснование. Но в случае с оценкой жилищно-коммунального хозяйства Балакова есть недопонимание. Я, например, нигде не находила внятных ответов, почему дорожает вода, почему дорожает тепло. О том, что вода, свет и газ Балакова – одни из самых дорогих в регионе, слухи ходят давно. Категорически неверно. Опровергает всенародное мнение замглавы Балаковской администрации. Волюнтаризма нет. Оперирует официальными данными. Саратов – 1309 рублей за гигакалорию. Это по теплу, да? Энгельс – 1600. Балакова – 1140 рублей. То, что тепловая энергия Балакова – самая дешевая не только в области, но и во всех городах Поволжья, подтверждают ее производители. Говорят, топливо дорожает в два раза быстрее, чем продукт, который они из него делают. До 80% в тарифе – это стоимость газа. И все остальное – это ремонт, это трубы, это заработная плата, это химикаты, там вода и прочее. Обоснование поставщиков жилищно-коммунальных услуг выслушивают в профильном комитете в Саратове. Здесь окончательно решают, сколько будет стоить газ, свет и тепло. В этом году чиновники до пяти раз снижали предварительные цены. Считают расходы, связанные с собственным содержанием, увеличением зарплаты в 2,5, а то и в 10 раз. Рисуют планы капитального ремонта, причем никем не подтвержденные. Поэтому наша экспертная группа проверяет предоставленные материалы. По информации Ларисы Новиковой, только водоотведение в Балаково стоит в разы больше, чем в Саратове, из-за особенностей ландшафта города, где невозможна транспортировка стоков самотеком. Это вот за последний месяц. Все равно недовольны строчка за строчкой набегает львиная доля общего дохода большинства балаковских семей. Зимой двухкомнатная квартира, стандартная, площадью 45 квадратных метров, это порядка 5000 рублей. Гидростанцию имеем, атомную, и в таких условиях живем, собственно, 30-километровая зона. И нисколько нам нет никаких льгот. Местные власти говорят, что пытаются сдержать цены. На то, что могут. Установили предельные тарифы на содержание и техобслуживание домов. И теперь эта услуга с расчетом на один квадратный метр в городе стоит от 5 до 13 рублей. В Москве, например, там 36 рублей – это нормальная цена. В Питере там 30 тоже, 28. Считают уровень жилищно-коммунальных цен в Балаково обоснованным. В первую очередь законодательством. И уже сейчас готовятся к очередному повышению тарифов. С 1 июля они поднимутся в среднем на 13%. Юлия Конькова, Александр Питченко из Балакова. Специально для ТВ-центр. Соротов.